Является ли сунной носить эту арафатку? Является ли сунной носить ее? Нет, не является. Хотя пророк, мир и милый, слава и Аллах, носил ее. Но пророк ее носил, как раз таки подчиняясь обычаям своего народа. И мы начинаем из-за этого, допустим, насмехаться над другим. Из-за того, что у них, к примеру, жених с невестой может вместе находиться в арене свадьбы. И мы такие что-то недовольные. Типа, что у вас там жених с невестой сидит? Вот это вот неправильно. Это наши. Но по нашим обычаям и традициям в общество это никогда не выносилось. И это очень сильно осуждалось. У нас нельзя. Нельзя идти с женой за ручку. У себя дома ходи. Сколько хочешь. Держи ее за руку. Но будь добр. Выходишь в люди. Жену за руку не держи. То есть, есть много таких моментов, которые для нас, это для нас что-то нечто обычное. Но именно Рамзан Кадыров был тем человеком, который на это все посигнул. Первым это все у нас наглым таким образом нарушил. Тумсо. А что плохого в том, что муж держит руку жены публично, если это дозволено в исламе? Почему мы должны этого стесняться из-за традиций, которые из джагилии? Это не так. Вообще, ты должен понимать, что в исламе все традиции, которые сегодня ты знаешь в исламе, это все традиции из джагилии. Так на всякий случай. Ислам и пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не отменил никаких благих традиций из джагилии. Отменены были только какие-то скверные обычаи и традиции. Как, например, по поводу дочерей. В общем, все то, что было именно скверно, это все было отменено. Но благие же обычаи, наоборот, перешли. То есть, ислам их перенял. И вот все то, что мы сегодня знаем из благих обычаев арабов, это все обычаи из джагилии. Тогда, получается, их тоже нужно все отменить. Дело в том, что сами по себе обычаи до исламского времени, после исламского времени, они и тогда были благими. Соответственно, когда пришел ислам, увидел благо в этих обычаях, традициях, они просто точно так же продолжили жить эти обычаи, я имею ввиду, в обществе уже исламском. Поэтому и здесь то же самое. Относиться к обычаям, как джагилийские. Джагилийскими, то есть обычаями невежественными, да, перейдем на русский язык. Джагилия – это невежество. Обычаями невежественными являются те обычаи, которые в своем корне противоречат исламу. Вот эти обычаи являются невежественными. И, конечно, если, а такое бывает, и у нас тоже такое есть, что какие-то противоречащие исламу обычаи, они тоже были перенесены. Уже когда мы уверовали, в это время мы все равно практиковали кражу невесты, допустим, что является безусловно противоречием шариату, запретным действием. И там какие-то вопросы с этими танцами, плясками. Это все безусловно являются обычаями невежества. Вот такие вещи, конечно же, нельзя ни в коем случае практиковать. Наоборот, нужно делать все возможное, чтобы это искоренить. Но такие обычаи, которые в своей основе не противоречат исламу, а не держать жену за руку прилюдно – это не противоречие исламу. Это очень благой обычай не показывать своих чувств на людях. Это, наоборот, очень даже красиво. Поэтому в этом плане мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы эти наши обычаи не просто сохранялись, а даже экспортировались. Ведь на самом деле экспорт каких-то своих обычаев, традиций, устоев, которые могут выражаться даже в какой-то национальной кухне и так далее, это и является такая нормальная, позитивная экспансия. Как можно привести пример суши, суши, которые мы с вами сегодня в любой точке мира можем покушать, это экспансия японской культуры по всему миру. Понимаете, как они экспортировали то, что мы с вами не знали буквально лет 20 назад. Мы даже понятия не имели, как они там питаются, японцы. Мы вообще понятия не имели, что рыбу можно есть сырой. Понимаете, когда впервые эта информация появилась, это было дико, как есть рыбу сырой. Сегодня в любой точке этого мира вы найдете японский ресторан, в котором вы сможете покушать суши. И эти японские рестораны в Грозном, где-нибудь на Шри-Ланке, еще будут соперничать с японцами в вопросе, кто из них лучше делает суши. Поэтому вот эти вот моменты, это нормальная экспансия, когда ты свои благие какие-то качества, культуру, традиции, ту же кухню, когда ты ее в хорошем смысле экспортируешь. И у тебя ее принимают, потому что видят в этом высокую мораль, видят в этом какое-то благо для себя, и люди это перенимают. Поэтому нам ни в коем случае нельзя такими обычаями брезговать, называть их джахилийскими. Наоборот, это очень-очень хорошие обычаи. Но и в конце до концов, ислам, он вообще поощряет, чтобы хорошие обычаи, которые есть в каком-либо народе, чтобы они сохранялись, чтобы люди жили по этим обычаям. Но если ислам это дозволяет и не считает чем-то постыдным, а возможно это даже является сунной пророка Мухаммада, мир ему, ваше имя Аллаха, а по Адатам это считается позором, то почему мы должны давать приоритет обычаям? Такова наша религия. Наша религия указывает нам на то, чтобы мы давали приоритет обычаям. Но только в том случае, если, конечно же, это является сунной, то здесь не будет работать это правило. Но это не является сунной, потому что это не относится вообще к вопросам религии. Это вопрос обычаев и традиций. Это то же самое, что носить длинные волосы. Например, пророк Сан-Ассалам носил длинные волосы, по крайней мере в какой-то период жизни. Является ли сунной носить длинные волосы? Нет, не является. Является ли сунной носить эту арафатку? Является ли сунной носить ее? Нет, не является. Хотя пророк, мир ему, с вами Аллаха, носил ее, Но пророк ее носил, как раз-таки подчиняясь обычаям своего народа. Мы же в данном случае, для нас сунной будет как раз-таки подчинение обычаям своего народа. И носить, ходить так, как ходит наш народ, понимаете? В этом как раз-таки сунна. А не в том, чтобы уподобляться арабам или каким-либо другим народам. Здесь надо уходить от каких-то крайностей. Надо понимать, почему в той или иной местности, допустим, так происходило. Мы ведь с вами знаем, что если бы пророк Мухаммад был бы не арабом и был бы послан не в арабском народе, допустим, а среди чеченцев он бы появился, то он бы не носил арафатку. Он бы ходил, как тогда ходили чеченцы в нашей национальной одежде. И было бы тогда сунной для арабов ходить в чеченской национальной одежде? Конечно, нет, не было бы. И неудобно им было бы в пустыне в этой одежде ходить, понимаете? Здесь надо просто различать вопросы религиозные от вопросов обыденной жизни. И их не смешивать. Поэтому то, что касается семейной жизни, каких-то взаимоотношений среди людей, вопросов, допустим, свадьбы, развода и так далее. Все то, что вот есть какой-то фундамент в исламе, а дальше все то, что касается уже их взаимоотношений, этих людей, что они, допустим, дарят. К примеру, финики, допустим, очень популярные в арабских странах, они где-то не популярны. Это не является вообще едой для кого-то, понимаете? И если там дарили финики, то здесь говорить тебе, вы тоже дарите финики, это будет абсурдно. Потому что здесь из фиников они никакой-то пользы для самих себя не принесут. Вот здесь вот нужно просто различать эти вопросы. Быть, религия – это разные вещи. Кадыровские традиции – это прислонять руку, чтобы падишах не ударился головой в потолок, снимать честоны с чеченского парня под песни «Невежь», носить кресты на груди и проводить похороны под гимн Путлера. Кстати, вот про похороны хорошо ты напомнил. Вот по этому поводу нужно было бы, конечно, озадачиться всем радеющим за наши традиции и обычаи. И вот это вот действительно было мощнейшее посягательство на наши устои. Когда такое было, чтобы у нас на похоронах вообще какая-то музыка, я уже не говорю про российский оркестр, вообще чтобы у нас какая-то музыка играла, когда такое было. У каждого народа есть свои красивые традиции и обычаи. Это как видеть в своем ребенке самого красивого, умного. И вот и в этом нет ничего плохого. Плохое, знаете, когда начинается. И, к сожалению, я вот такие вещи тоже становлюсь свидетелем такого. Когда мы начинаем требовать от людей не из нашего общества, не от не-чеченцев, требовать соблюдать чеченские какие-то обычаи. Да, не прям, конечно, это говорят, соблюдайте. Но мы, многие из нас, начинают как-то надсмехаться над другими людьми из-за того, что у них, вот их какие-то обычаи и традиции противоречат нашим. И мы типа с каким-то таким презрением начинаем об этом говорить. Вот я встречал такие вещи. Вот это недопустимо. Как вы знаете, вот у нас на Кавказе очень много разных народов. И хоть мы и в большинстве своем, наверное, очень схожи ментально по обычаям, по традициям, но есть какие-то обычаи и традиции, в которых мы с вами уединились. Ну, мы и ингуши, у нас, в принципе, практически одни обычаи традиции. Но вот остальные народы, мы от них отличаемся от каких-то вопросов. У нас где-то даже гораздо строже какие-то моменты. И мы начинаем из-за этого, допустим, надсмехаться над другими из-за того, что у них, к примеру, жених с невестой может вместе находиться во время свадьбы. И мы такие что-то недовольные. Типа, что у нас там жених с невестой сидит. Вот это вот неправильно. Это наши как бы устои, наши традиции, что у нас нельзя, не может жених и невеста вместе сидеть за столом на своей свадьбе. Но это чисто наша тема, это наши проблемы. Мы не должны от кого-то требовать, над кем-то надсмехаться из-за того, что у них не так. Наоборот, если мы с вами, если этот наш с вами пример будет заразителен, то есть если другие народы посчитают, что вот это вот очень благой обычай, который неплохо бы перенять для себя от наших братьев чеченцев ингушей, и они это примут, то это их будет желание, решение. Но надсмехаться над теми, у кого нет подобного в обычаях, это неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok